Цветы в преддверии Международного женского дня получили не только автоледи. Активисты регионального проекта «Единой России. Безопасные дороги» на остановках в ожидании автобусов и троллейбусов не просто так. Накануне 8 марта они решили поздравить прекрасную половину человечества, которая труется на городском транспорте. Мы хотим поздравить очаровательных дам и присоединиться к уже существующей практике, которая поздравляет автоледи. И в рамках проекта «Безопасные дороги» в партии «Единой России» мы присоединяемся к нашим коллегам, которые на дорогах поздравляют автоледи, останавливают. Но немножко в другом ракурсе мы сегодня будем поздравлять очаровательных дам, которые являются кондукторами общественного транспорта, которые задействованы постоянно на дорогах. Эта акция проходит по всему региону. Букеты цветов и слова благодарности за нелегкий труд в этот день получили и водители женщины, и кондукторы. Дамы были приятно удивлены столь неожиданным сюрпризом. «У вас очень важная работа, трудная. Вам приходится постоянно находиться в транспорте. Мы хотим, чтобы вас уважали, оценили и поздравляем вас с праздником». «Спасибо большое, очень приятно, мальчики. Я даже не ожидала». «Вы целый день ездите, ешьте зимой. Такая вот работа тяжелая, поэтому мы решили помнить и поздравить именно вас. «Ой, спасибо большое». Участники партийного проекта «Безопасные дороги» призвали всех жителей области принять участие в этой праздничной акции. «Безусловно, важно, чтобы жители также присоединились к данной акции и сказали несколько добрых слов в адрес данных женщин, поздравили их и, безусловно, поблагодарили за ту работу, которую они делают. Работа не очень простая. Хотелось бы также поздравить всех женщин в Владимирской области с наступающим женским днем». На момент съемки этого репортажа активисты партии «Единая Россия» только в одном Владимире подарили женщинам, которые водят общественный транспорт и кондукторам, более двух десятков букетов. Но на этом, естественно, не остановились. Акция по созданию праздничного настроения продолжалась целый день.